Это был мастер действительно с большой рукой, и можно очень любить его музыку, как я, можно не очень понимать его музыку, но его невероятное мастерство, просто на уровне какого-то компьютерного точного расчета, но вместе с тем в сочетании с какой-то поразительной, грозительной даже лирикой, вот этого, мне кажется, отрицать нельзя. И его любимыми композиторами были Шуперт, Моцарт, Дебюсси и Клинка. Я познакомился с музыкой Лисова в таком профессиональном портфете учился в музыкальном училище, и я познакомился, в первую очередь, на какой-то очень такой гребежащей, шумящей кассете, помните, кассете Мурмитафона, да? Вот я познакомился с двумя, по-моему, частями, с двумя отрывками из Валкантата «Солнце и Игорь». Я должен сказать, что я был просто поражен этой музыкой, и я был поражен ее невероятно естественной какой-то красотой, ее чистотой, ее какой-то понятной и естественной, может быть, сложностью, и еще один фактор, каким-то совершенно новым мелодизмом и новым ощущением вообще того, что такое музыка, да? Как будто бы мы на секунду в какой-то период забыли всю, ну, не всю, но какую-то большую часть истории музыки, да? Как раз, традиции, там, Барбиткоин и так далее, там, Вагра, Бранс, Вагра, там, Шопер и так далее. А, но здесь какой-то без силы, я думала то, что это написано очень непосредственно. Я написал Денису, когда письмо, прислал ему свое маленькое сочинение, по ему удивлению ответил тут же, и он мне дал первый композиторский урок, я об этом говорю, потому что это урок для меня был один из самых важных в жизни, и иногда, когда позволяет ситуация, я пользуюсь вот этой методикой, и раз в два тысяч в жизни тоже советовал молодым композиторам поступить именно таким образом. А именно, в моих действиях присутствуют только вот такая, наивно-бартоковская, ну, так сказать, возможности, технологические возможности молодого композитора, они очень широкие, и они примерно всего лишь об одном и том же, но одно и то же. Вот, и здесь мы предложили замечательное решение. Просто, что все пьесы симпатичные, вот, их нужно объединить в один цикл, и это можно сделать, если я напишу к этому, вот к этому набору, к какому-то вне структурированному набору одну тему, которая будет синтезировать вот какие-то элементы из этих пьесов. Я действительно сразу же был настолько вдохновленный, в этот же день написал эту тему, это было самое интересное, что было в цикле, вот, и постоянно так же вероняться, вот потом уже с этой темой, с этими вариациями, еще и с вариацией, я блестящийся, я делал, насколько я, консерваторию, вот, причем он потом протекал не так легко, тоже благодаря ей из-за Денисова, но, во всяком случае, вот, такого было мое знакомство с Денисовым. И я не занимался по инструментовке, но реально я занимался по композиции и у него, и у моего, другого замечательного профессора, полностью противоположного ему, Лихайкова Светельника. Это было две траппы, пункт с южного и северного пункта, тот, кто говорил, один хорошо, второй, потому что, другой, и гречи. Вот, но это было замечательно, знаете, между Огнемолом и Накарадой, вот, и между Огнемолом и Льдом. Так вот, я очень сомневаюсь по инструментовке, я должен сказать, что, если сегодня, знаете, у нас есть консерватория, методички, как вы должны преподавать? Значит, так вот, если следовать этим методичкам, а Денисов преподавал просто антипедагогически, я имею в виду чисто технологические вещи. Он никогда, так сказать, не объяснял, почему, от чего, вот эти следственные причины связи, почти никогда в классе на месте. Очень редко. Я как-то читаю его статьи, и когда я вспоминаю о том, как он преподавал, это как будто бы два разных человека. Вернее, не два разных. Вот вся, как бы, внутренняя жизнь, она еще находит какое-то отражение на его статьях. По-моему, это тоже не вся, не вся, видимо, он был очень закрытый такой человек. А то, что он преподавал на уроке, это уже конечный результат, это вот та поверхность. Ну, что же он преподавал? Вот это, там, он очень, скажем, любил разбистрировать ДБС, разбистрировали, по-моему, чуть ли не половину предыдуть ДБС, и его метод был очень простой. Да, вы так сделали ногу. Вы знаете, лучше сделать так, и так, и так. И он просто показывал, как это нужно сделать. После этого никаких вопросов больше не осталось. Это было всегда очень конкретное задание. Помимо вот этих уголков, которые проходили по инструментовке, ищения партитур, кстати, в основном, много учений играл Марьер в четыре руки. Играл он, он не был, может быть, таким замечательным пианистом, хотя вот оказалось, что есть запись, где он исполнял свое сочинение, и там я увидел откуда, она взялась понятия не имею. Он не был замечательным пианистом, говорю, я тебе скажу, что каждый студент, который тогда учился на прозисе, как пианист был гораздо уже визит. Но у него было потрясающее чувство, даже немножко привлечения, ну, Марка, да, а когики, вот эти ускорения замедления, да, эти кричины, эти унайта, они были тоже, может быть, даже дидактически чуть-чуть привлечены. Это было очень здорово. Ты сразу понимаешь, что он хочет, чего он тебя хочет получить. Но, конечно, самое главное впечатление вот от общения с ним, это его сочинение. Я сразу должен сказать, что, ну, я вспоминаю такие премьеры, как, допустим, фортепианный трилл, в любом случае. И особенно мне страшно понравилось, эти песни много играли, к сожалению, сегодня мы поэтом мы поставили в программу «Жизнь красного света» на стихи Диана, Бориса Диана. Это было как бы приюдия к его опере «Беной Дней», которую он написал в «Боже». И мне очень приятно сознавать, что я был, может быть, самым первым, кто узнал о его планах по поводу ЭТО. Никому о этом не говорил. Один раз мы встретились в Сунасильевиче, Пелько, профессор, в Министерской академии, в которой он у нас в Сунасильске там очень-таки военные чувства. И я случайно там ходил тоже. То есть я был в Министерской академии с Сунасильевичем. И он же сказал, что есть такой писатель, где она, ну, есть такая пена дни. Вот я думаю об этом. И вот я пишу этот цель. В общем, это было все как-то совершенно замечательно. Я также первый был, кто прослушал вместе с Рунасильевичем Леденева запись «Жизнь» в Министерской академии, который вспомнил в камеру, если не ошибаюсь, на ее связи. И у нас были два первых российских слушателей, кто это слушал. Но, конечно же, в основном исполняют скабельное сочинение. К Денисову часто приезжали гости из-за рубежа. Очень крупная композиция. Ну, достаточно сказать, лучше, ноутного фильма, лахима. Ну, целый ряд. Практически каждый год кто-то приезжал. И типичная картина была такая. Они спрашивают, естественно, с Суэзиком позитором, а где вот Виссан Денисов? Они говорят, да он там в отъезде, или Болин, или где-то. Он в это время находится в соседнем здании связи с композитором. Ну, это просто уже переструмативно. Вот с этими совсем замечательными композиторами мы встречались с классиками. Вот Снона приходил, не забывай, Денисов встречался с Лаком, как всегда, дома, а дитей у нас классик. То есть, мы просто с всеми были знакомы, и они просто рассказывали нам вот непосредственно, так сказать, вот носителей сегодняшней культуры. Это было практически, могу сказать, что Денисов это было практически единственное окно в Европу для не только молодого композитора этого времени, да, вот единственное. Так что, при этом, я еще хочу подчеркнуть, что, что это, так сказать, общественное деятельность, если деятельность, все хорошо, то есть, все наградное, замечательное. Вот сегодня, этот год, почему сегодня концерт Денисова, да, я надеюсь, что еще будет концерт, конфиденция какая-то помещается. В этом году Денисов исполнил, исполнил, в 90-х. Я думаю, что если бы он остался жив и еще прожил вот эти, ну, сегодняшнего дня, то думаю, что многое в нашей музыке было бы совсем по-другому, но можно даже и в нашей стране. Спасибо вам за внимание. Спасибо.